итак здравствуйте с вами просто саня и мы продолжаем проходить сталкер онлайн сейчас как видите вооружился приоделся вооружился и собираюсь сходить взять квесты загадки очень хороший квест за него дают 3 миллиона денег ветку поддержки и выживания то есть квест довольно таки долгий нудный сложный но если знать что нужно делать в принципе то ничего сложного сейчас пойдем на лкацию аэропорт и возьмем этот квест чтобы перейти на локацию аэропорт нужно заплатить 10 тысяч проводник ну и чтобы свалить оттуда аналогично нужно тоже 10 тысяч денег у нас 50 тысяч есть много конечно но в принципе туда назад свалить хватит а до следующего выпуска видео я думаю заработаю еще так бежим по кратчайшему пути десятой дороги не обходим я вышел за гурмана пробежался вдоль скалы повернул направо и идем вот сюда d12 1 квадрат идем в d12 1 там стоит проводник на аэропорт не забывайте впереди себя бросать камни на клавишу kill английская но и русский украинский белорусский или какой-то ничего кстати да пистолет макарова при нас по ходу пока мы хотя не потом на обратном пути этот вас сделает он короче дудочник стоит вот тут где костерок но тоже квест есть на все один это 30 автомат калашникова там нужно будет перестрелять крыс коричь а потом после этого квеста он вам даст типа принести пм для него достать но и вы ему разумеется отдаете свой пм вот вам дают прицел снайперский такие вот дела вот тут кто-то пробегал понятно бежим дальше карта как вы видите у меня закрытом мне она мешает то что я привык чтобы обзор был побольше да сейчас побегу до костра еще делаем небольшой небольшой обзор того что я купил и почему вообще именно это я купила не другую допустим оружие конечно блины ники у игроков я бы вообще забанил за такой нить вот нормальный нить еще более человеческий так почему я купил именно эту броню шапка мозаик стоит дешево по моему 1010 или 15 на доске защита рукопашная то есть рукопашные имеются ввиду урон от мутантов 50 это наверное самая большая защита из шапок которые тут есть в игре вообще стоит она довольно дешево броня ниндзя в принципе для того чтобы ее собрать есть пест на эту броню поэтому она недорого относительно стоит я взял за 85 тысяч она по моему новая или не новая чужая не 16 раз ремонтированная и вот это кстати важно в 16 раз ремонтированная но в принципе еще довольно таки хватит прочности броня как у нас на средняя броня считается но рукопашка как видите 60 как пока мы одиночка нам в принципе пулистойкость особо не нужно 20 и 20 их с ней самое главное что 60 защита от мутантов вот так более-менее она у нас выглядит обычный черный свитер бандитский тоже довольно дешево стоит защита маленькая конечно но хоть так ттшник мы получили по квесту штакета за то чтобы стрелять собачьих кстати кто возле нас стоит случайно не не шурик тоже чувак который снимает видео в этой игре так мусберг довольно таки дешевый дробовик стоит 120 тысяч в магазине или по-моему я купил за 95 тысяч на доске там вообще он дешевый патроны 1276 6 зарядный ну что-то наподобие чейзера из оригинального сталкера рюкзак секвойя переносимый вес 10 килограмм и полтора килограмма он весит и обычные штани штаны бандитов они не дают никакого дебафа так как броня вот 5.6 скоростью дебаф дают штаны тоже 3 килограмма весят новый раз ремонтированы фактически новые ну да конечно сломанное чуть-чуть 47 процентов ремонтировать бы надо я забыл отремонтировать их это фигня все небольшая защита есть них ну и самое главное все так и вот проводник наш получается квадрат д-12-1 окрестностей любичей и мы переходим в аэропорт и так продолжаем мы в аэропорту еще погружаюсь тут конечно бывает иногда у меня повисает так что нам где мы кстати появились мы появились и 9 квадрат и 5 вот тут есть домик тут есть еще второй проводник в окрестностей любича старый проводник он сейчас вводит конечно но 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 вот тут пройти нельзя ну то есть можно пройти но под это психомоторным симулятором о котором я расскажу чуть позже и кстати тут еще медведь сидит так что туда и вообще не рекомендуется идти так как если вы не попадете под воду с головой вы утонете скорее всего пройти нам нужно получается вот в этот квадрат туда можно пройти только перейдя вот этот мост к мосту можно пройти вот либо сюда и по дорожке либо вот сюда и чуть по холмам попрыгать или вот по берегу сюда и обойти но тут кстати аномалии тут по моему борок есть или кабан большой не помню так что аккуратно аномалии тут перемещается иногда бывает на дна пути слида иногда бывают чуть выше тут на вот этом склоне часто сидят прокажники или бандиты иногда ну или воровские группировки которые перекрывают проходы перед захватами баз ну их тоже можно обойти но об этом я чуть позже тоже расскажу ну как обойти пройти тоже там возможно есть вариант потом расскажу об этом чуть позже так ну сейчас когда мы доберемся вот сюда но уже до моста можно будет либо пройти сюда и вот так вот по берегу по берегу вдоль скалы там есть можно выступ такой небольшой чтобы не вода не вступать пойти но будьте внимательно тут на берегу аномалии много так что нужно будет аккуратно сюда пройти и можно выбраться вот сюда и пройти а что самолет а вот тут вот самолет и точка сохранения есть тут по моему три или четыре кабана плюс аномалии электро можно еще пройти но так как нам нужно вот сюда получается вот эту деревню то мы пройдем скорее всего либо вот сюда и вот по верху тут есть точка сохранения тут по скале можно прийти там что-то вроде бага или пройдем через ущелье посмотрим ущелье просто медведи кабаны если там ущелье сталкеры зачистили все пройдем через ущелье вот сюда если ущелье не зачищено пройдем по скале но все две не двинулись включусь наверное когда буду возле моста чтобы сэкономить на записи тут бежать в принципе по прямой по прямой это вот сюда и потом сюда нога к мосту включусь когда буду тут уже сверху так мы продолжаем ночь как видите в игре вообще прикольная а если на максимальных настройках еще лучше я на минимальных играю так мы пришли вот сюда получается бинокль я не купил одно бинокль хорошая штука стоит 10 тысяч по моему на бункере ученых и тут аномалии пройти тут можно легко и просто можно даже камень бросать в принципе вообще заметно просто посередине пробегаете еще там вот сверху бывает покрасники сидят иногда иногда никого нет несколько людей попустил вперед дабы зачистили ущелье чтобы можно было спокойно пройти можно конечно вон там по берегу пройти или тут через кучу аномалий вон там где эти елки впереди где мой прицел именно там есть подъем на склон и по тому склону можно пройти будьте внимательнее там вон темный прицел там кабан лазит вечно и он бывает у кого настройки яркости минимум то есть затем не носил у кого ночью плохо все видно он нападает из тюняты и как у вас варит там все выпадает там кстати куча аномалий где он лазит у меня настройки экрана высветленные так чтобы ночью было хоть как-то что-то видно человеком впереди я так понимаю настройки хреновые там чё медведь блин не вижу ни хрена из-за его фонарика ладно будем надеяться что там впереди медведя нет иначе будет очень прискорбенно если впереди будет медведь хотя чего косая думаю может отстреляемся легкого что у него там не видно из-за прицела по моему сайга ну насколько медведя нет только баг этот кабан в стене где-то тут да медведь в этом месте но в принципе из дальнобойного оружия за три-четыре марта будьте внимательны кабаны под елками палками блин капец чуть нас не сожрали нормально и аккуратно и подходим впереди еще есть кабаны под елками поэтому пропускаете полперед пускай не ухалай молодец собирает все что криво лежит ну ладно кстати тут на этой локации тоже есть домики в которых открытые двери в которых можно тоже полезные вещи собирать и тут гораздо меньше людей чем на других локациях эти домики находятся вот в этих квадратах но там много собак так что будьте внимательны так надо бы не попасть на кучу кабанов я использую свою тропинку куда я и вам надо выходить но по крайней мере пока что разработчики эту тропинку не приклеили так что все нормально идем сюда тут как бы водопад и мы идем по склону получается когда нас не смывают мы просто идем по склону и взять точку сохранения то есть если вы убьете вы появитесь на этой точке они где-то далеко вот точка сохранения точка возвратения изменена здесь у нас хлам респаунится полезный из которого можно коктейли молотого крафтить он тут спавнится тут спавнится и вот тут по моему так здесь сидит на меняла который меняет фиксы также 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 и кричит чертежи различные прочую фигню я пока с этим не забрался или можно там покупать как-то даже не заморачивался насчет этой идеи лишнего золота у меня нету куда я собрался куда я бегу чувак у которого брать загадки он там находится в этой стороне в деревне b4 сейчас покажу где забежать очень внимательно переделем али всегда много это так более-менее бегу в надежде что аномалия засветится прежде чем я в него вляпаюсь не прокачан и конечно с очень фигово бегать не прокачан у меня прокачка 323 тут конечно жесть надо хотя бы до пятерок чтобы было три пятерки минимум это уже будет хоть какой-то переносимый вес более-менее нормальный уже физподготовка у него будет вкачана он сможет бегать нормально вот эта синяя полоска вот это будет уже более-менее нормально он как-то функционирует то есть не так быстро заканчиваться броня насколько я знаю пока что я не выпадает нажимаете вот информацию и тут вот написано данный предмет невозможно выронить в случае смерти персонажа после каждого обновления игры стоит проверять это все потому что иногда они могут вроде как и не выпадать но могут и выпасть то есть брать какую-нибудь публикушку ненужную и умирать с ней в рюкзаке если не выпало отлично хотя иногда бывает конечно что раз не выпало вам второй раз не выпало третий раз выпало хрен пойми как так происходит так что там нужно вот в работа собиратель запада кабин из таких вот мощных так сказать хороших квестов которые влияют на прокачку так он может нам чинить вещи почему не что и что а вот еще есть показывает у него есть можно менять таблетки ножку на мясу точнее мясо на ножку корион на тушенку на креон нужно обменять то есть корион это он используется для изготовления нестабильного раствора который потом на костре получается также как вода кипятится подогревается или заливается в этот контейнер для артефактов так как артефакты здесь во время смерти выпадают и чтобы их не терять нужно достать с собой контейнера желательно большие а лучше всего донатные донатные него влазит по моему 10 артефактов такая вот фигня это все прокладываю надо будет сделать паузу запишет 100 грибов где поганки поганки стоят дорого так что можно жарить обычные грибы чтобы потом получить поганки если вам обычные грибы не нужны кстати тут еще есть ладно потом покажу там в этом сарае короче чувак стоит тоже там класть будет попутно покажу что за класть идем дальше так идем дальше идем сейчас самолету в аэропорт сам сам аэропорт мы находимся на локации аэропорт вот здесь вот где взлетная бетонная полоса находится само здание аэропорта и кстати дрова подбираем дрова спички по моему у нас есть есть если что можно будет покушать потом приготовить вон там в том домике кстати тоже спавнится электродетали там радио деталях порах по моему хорошо спавнится еще там разных вам в принципе есть еще здесь такая вот локация который вам еще рано знать караван она просто огромнейшая на этой локации только два респауна ближний и дальний там аномалий дофигище просто но при этом там много бандитов которые часто устраивают засады и убивают ради наживы туда не стоит соваться без хорошего снаряжения переход туда стоит 120 тысяч туда обратно 20 тысяч стоит того 140 то есть при этом мы должны быть подготовлены у вас должны быть контейнера уже хорошее снаряжение более-менее дробовик или лучше всего нет конечно дробовик на караване просто отменная штука но он громкий слишком это сайга к примеру у нас самая такая оптимальная стоит в принципе не особо дорого по моему 2 миллиона стоит 2 2 300 но я бы больше 2 миллиона не давал потому что можно допустим за полтора миллиона купить убитую найти кланового какого-нибудь человечка там из таких вот кланов которые не кинут на вещи типа таких людей разглядяю несмотря на их название они довольно таки ответственные ребята у них есть ремонтники которые могут в принципе ну там за небольшое вознаграждение восстановить вам ту же самую сайгу или другие вещи то есть вы даете дробовик набор восстановления для этого оно или что там нужно для того чтобы восстановить этот предмет и там сколько они там просят там тысяч 20 30 может 50 это будет намного экономнее чем покупать допустим за два с половиной миллиона новую сайгу у кого-то это вам обойдется где-то в 2 миллиона потолок может даже дешевле если купить допустим убитую ну к этому вам еще рано в принципе так как мы только вот получается начали вот это все делать я пока болтал конечно забежал хрен знает куда чуть ли не не убежал мимо аэропорта так чё это за фигня мы в аэропорту получается вот уже бетонка вертолеты встает вертолеты старые самороки блин опять у нас с ней вот эта фигня стамина закончилась так пока мы здесь за зданием аэропорта есть баня в этой бане лежит труп с которого нужно взять записку таинственное убийство кое-что называется после прохождения этого квеста открывается линейка квестов которую тоже выполняешь и ну за них за эти линейки косту довольно таки прилично дают несмотря на свою сложность этого квеста она того в принципе стоит открывается ежедневный квест на локации тунгуска и просто там побежаться по вешкам по моему вешки типа ну вот как альбальпинистов там вешки такие же вот побежаться по этим вешкам проверить их и вам дадут за этот квест 80 тысяч этого ежедневный он будет этот квест и довольно таки он прибыльный так что я забежал он получается за зданием аэропорта баня тут похоже правда на туалет но это баня в этой бане забегами забежал взял квест потом его как-нибудь сделать там нужно будет найти вот таинственные таинственное убийство найти кого-нибудь способного прочитать странные заметки возможно стоит посмотреть поспрашивать ученых ученых это на локации везу века то там будем я покажу кому обратиться так в эту типа тоже берем квест найти его брата типа поиск айдерсу раньше за него давали а ксу камуфлярованный теперь дают узи по моему ремкомплект бинокль еще какую-то хрень опыта и деле выполняется квест частично в аэропорту частично на караване тоже берем в секвесты по ходу берите не заморачивайтесь о том что они у вас висят невыполненные просто потом когда будете допустим на локации карман смотрите какие у вас открытые что там нужно делать так привет ничего так это не то как сам проблема какие-то хорошо поищу он говорит что брат отправился на север деревню на север это вот b4 там с типом нужно будет поговорить он попросит вас за информацию предоставить 10 меди меди тоже нужно будет найти притащить ему 10 меди так забираем само здание аэропорта по квесту загадки вот в этого типа берется одна из загадок брат ступки кстати помимо загадок у него еще есть квест найти его брата этого ступки вот загадки знаешь он просит вас принести 5 масленок обычных белых масленок которых можно найти либо с кронок либо купить у его ремонтника 1 масленка по моему 120 рублей стоит деревянных ну то есть тигровых не донатных тебе не болеть вот возьмем еще и возьмем еще квест у него найти его брата типа возвращение облудного брата как называется потом походу как-нибудь выполнил просто набираем пост походу костюм кучу капюшон у него вы тоже берем квест так выкладывай согласен я в деле типа найти белуху нужно чувака который его что-то там кинул по моему или как-то так и плюс еще раздобыть причина идти наркотурговца надо местные подходим к нему он дотас нам информацию есть сахар или мука на продажу ну то есть типа наркота сколько он просит тысячу за информацию он знает кого можно купить накопить тут у нас есть такой вот патрон эволюции или наш калибр есть карл такой его тоже есть квесты но они в принципе но как сказать если кто-то желает можно принципе не взять но они малоприбыльные к взаиме взаиме нет где был ухо отвечает договорились то есть он поможет нам найти белуху при том что мы достанем для него дозу наркотиков и сейчас пока мы здесь мы выполним этот квест мы еще не брали распаван на самолете то есть это упрощает задачу так у нас чем нас может выпасть у нас вы может выпасть у разных вам это все фигня прежде пока мы не брали точку сохранения на самолете мы просто залезем в аномалию чтобы сдохнуть так как мы сохранились получается вот в b4 куда нам не нужно сейчас чтобы не бежать я просто сдохну в аномалии отдаются конечно так не рекомендуется делать так что так как может выпасть и некоторые вещи из рюкзака потерян пачка медицинских бинтов потерян предмет автомобильная аптечка ну вообще зашибись ладно лечиться можно тут еще тушенкой тушенки у нас еще хватает так насчет пропавшего брата кстати вот вам ткань из ткани можно лепить коктейли молотова рецепт коктейля молотова потом покажу где взять так это все нам пока не надо аккумулятор и тяжелый брезент возьмем это все фигня так вот насчет есть продажа да кстати у него есть можно купить патроны если что привет я ищу stalker в одном узла узла дэрсу все он нас попросил принести 10 меди именно потом как-то деньгами разживусь и снаряжением именно этот квест отдельно будет видео посвящено этому квесту и будем его проходить а сейчас у нас относительно квеста карла где же взять должен которую нам нужно бежим обратно в эту деревню в квадрате b4 вот мы с в 6 поговорили тут сидит брат дэрсу точнее не брата не чувак который знает куда оделся брат дэрсу в 6 который мы только что поговорили который нас попросил 10 меди притащить для него он скажет потом кто знает где делать куда подевался дэрсу обходим на немали убежите устал кстати можно еще такая фигня нажимаете когда бежите нажимаете держите клавишу w то есть бежать вперед нажимаете enter и escape то есть чат вроде как закрылся вы вроде как бежите вперед и при этом не нажимаете вообще никакой крак клавишу он персонаж сам себе бежит вперед что-то вроде автопилота хорошая штука для тех у кого допустим часто выбивает такая фигня как залипание клавиши клавишу некоторых эта фигня забывает из-за того что либо вы держите долго клавиши либо вы просто часто нажимаете на клавишу то есть бежать вперед и поэтому эта фигня выскакивает чтобы эта фигня не выскакивала проще было просто используйтесь этой фигней как я так вот вот этот чувак который брат типа ой правда запутался который вот я от карла за мукой так сначала спрашиваем дебилуха он нам говорит о дебилуха взяли здание ангельская пыль так и мне нужна доза для карла пойдет все хорошо держи все мы взяли у него должен для карла которые можно либо уничтожить будет потом и получить по моему опыта ну как раньше давали но потом тест порезали дают копейки либо отдать дозу карлу получить деньги и артефакт раньше давали щит альфа по моему или бета по моему по это давали сейчас дают экран альфа тоже в принципе экрана 20000 стоит альфовский нормально тоже день окупает наш поход сюда и сейчас мы бежим обратно в аэропорт бежим отдаем должен карлу и потом 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 посмотрим что дальше там в откроется это целая линейка квеста вот это что я сейчас бегаю английская пыль это отдельный квест d7 там церкви в церкви возле церкви стоит кабан нужно зайти в эту церкушку точнее убить кабана зайти в эту церкушку у вас типа взрыв будет взрыв вас ранит не смертельно конечно но по себе желательно иметь по моему винты и или аптечку лучше аптечку конечно вот подлечиться и потом бежать обратно к этому чуваку в сарай на круче читайте квест там все написано в принципе сейчас более-менее как-то все расписано во всех квестах что делать куда бежать так что не составит труда там просто найти 20 загадок а где их искать то есть нужно смотреть какие-то записи видео куда бежать что делать но по загадкам тоже я буду отдельно бегать по ходу делать некоторые загадки указывать квадраты то где находится все будет видео в дальнейшем так что подписывайтесь ставьте лайки все будет я думаю конечно после этого видео меня некоторое время не будет а может я уже приеду конечно домой и залью это видео потому что я завтра уезжаю в другой город у меня защита диплома и меня где-то недельку я думаю за недельку справлюсь там защита перед защитой потом защита думаю за недельку все сдам продолжу записи так бежим обратно к карлу получаем свое вознаграждение чтобы так сказать и купилась наша дорога сюда некое что для тебя есть уничтожить или вот держите по отдать ему мы получается отдали и вот все пока остальные квесты у него пока не берем они бессмысленные только будут занимать место так что мы получили получен опыта 1000 выживания поддержки тысячу экран альфа вот денег у нас 73 тысячи уже хорошо было меньше до 50 по моему скопителя то есть воде какие деньги далее кранчик альфа 23 часа чем меньше у него времени осталось тем меньше он стоит и скупщика ну в принципе с доски можно подать за 20 по-прежнему вот такая вот хрень он так вот выглядит он на земле экран альфа вот так вот да и бежим дальше попробуйте лишь на этом типу парить экран за 15 тысяч на походу вообще пофиг на нас ладно пошли к самолету возьмем точку сохранения так как я не пойду обратно в окрестностей любича сразу пойдем на тунгушку почему бы и нет конечно переход стоит дорого но локация довольно таки благоприятные там можно и свой уровень поднять и денег заработать до пробираться сложно не спорю самому если новичок с первого раза вряд ли получится но пройти в принципе да вот еще что хотел вот этот g2 аэропорт g2 стоит в домике в этом домике можно найти спички туалетную бумагу и прочих вам периодически там появляются бесы потому что там похвастали здесь вот знаете вы срекесь уже поймете что то есть вот о чем я говорю здесь мельчего станция наверху тут на башне сидит в аэропорту диспетчер если поговорить с этим чуваком вот диспетчером диспетчер отправить сюда немного побегать диспетчера метеоролога немного побегать и можно по моему за 10000 долететь на тунгушку или на новую землю но мы полетим в эту мушку сразу за 30000 все наверное на этом мы закончим нашу серию назовем ее путешествием всем спасибо за просмотр продолжим уже продолжу запись уже как пойти до поселка радиуса так и вот мы в аэропорту аэропорт локации тунгушка уже в аэропорту локация довольно большая локация довольно большая а нам нужно вот сюда поселок радиус и я уже в следующем видео покажу как туда добраться туда и добраться можно от гранина кучанная вот сюда или вот сюда я покажу в следующем видео тоже а на этом мы закончим наверное на этом мы наверное закончим наше видео всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал но дальше будет больше видео больше интересных и не только по stalker online по другим я планирую еще купить 7 day to day уже не пиратскую а купить лицензионную игру дабы можно было играть на сервере и писать уже стримы и делать что-то более-менее такое ну и по другим играм тоже будем со временем делать записи так как тоже планируем в дальнейшем улучшить свои конфеты и делать больше видео более качественными делать всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал если бы не был просто сам